Обратная сторона земельной реформы. Вот уже который год жители нескольких сел Ананевского района и других регионов севера Одесской области не могут получить законные два гектара. Меняются власть, меняются действующие лица, правила игры остаются неизменными. Коховский сельский совет Ананевского района объединяет два села. Это две тысячи человек, большинство из которых ведут долгий и безуспешный спор за свою землю. По закону людям полагается два гектара земли, но сельский совет не способствует решению этой проблемы. Председатель говорит, вся загвоздка в решении регионального госгеокадастра. Впрочем, местные склонны больше не доверять именно главе сельсовета. Нашим людям специально эта земля тормозится и надается за гроши иншим людям. Земельный вопрос должны были поднять на внеочередной сессии сельсовета, но подконтрольных председателю депутаты на собрание не пришли. Сессию сорвали. Председатель под недовольные возгласы Коховчан покинул зал заседаний. В Ананевском районе это уже не первый случай, когда люди работают на земле, платят налоги, но оформить ее не могут. Несколько лет назад глава районной администрации распределил землю среди выходцев из другой области, оставив ни с чем местных фермеров. Такие манипуляции с землей наблюдаются и в других селах севера Одесской области. Она выходит сотнями и тысячами гектар для людей, которых мы не знаем, которых мы не видели сегодня в глаза. Поэтому хотелось бы, чтобы сегодня максимум увагу приделила наша громада всему этому, что делается. Я бы хотел, чтобы в эти вопросы вникала наша влада. Потому что мы завтра приходим к людям, когда начинаются выборы. Я думаю, на этот раз уже нам не будет с чем прийти, потому что мы крестьян залишаем практически без земли. В ближайшее время инициативная группа жителей села Коховка встретится с представителями госгеокадастра в Одесской области. Будут вместе искать свободную, еще не подаренную землю на карте. Виталий Хемий, Константин Нечеред, телеканал «Репортер». Продолжение следует...